Регионы Сибири 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 Это действительно сумма небольшая, она позволяет каким-то образом только локализовать проблемные места. Места выбирались по двум основным критериям, это места концентрации ДТП и наличие документов на дорогу. У нас есть еще один фактор, который тоже влияет на организацию этих работ, это то, что у нас, к сожалению, паспортизация, подготовка документов на улично-дорожную сеть она находится в стадии работы, у нас больше половины дорог не имеют документов, соответственно, на них планировать и включать их в программу заказчик не может, пока такие документы не появятся. Мы говорим о том, чтобы даже вот эти небольшие относительно средства, они расходовались максимально эффективно. А есть ли сегодня реальные меры воздействия на нерадивых подрядчиков? Объем гарантийных работ, он не маленький, то есть гарантийные работы выполняются, и это сейчас, ну, уже такой, можно сказать, штатный случай, да. Здесь должен работать принцип неотвратимости, то есть чтобы у подрядчиков и мысли не было, что будет возможность куда-то уйти в сторону. То есть они должны знать, что если сработают с браком, то неотвратимо их настигнет вот такое наказание в виде гарантийных работ, и они понесут дополнительные, по сути, затраты. Если брать соседние города, Кемерово, Томск, Омск, наверняка ездите, бываете, можете какой-то свой личный рейтинг составить, да, где самая хорошая ситуация, где самая плохая, вот с точки зрения дорог, их ремонта? Для Новосибирска и, ну, наверное, для остальных регионов одна из серьезных проблем – это размытие ответственности. Почему оно происходит? У нас вообще на дороге можно выполнить всего четыре вида работ. У нас мы можем либо ее содержать, либо ремонтировать, либо капитально ремонтировать, либо делать реконструкцию. То есть вот других видов работ нет. В муниципальной программе мы видим какие-то дополнительные непонятные виды работ, допустим, планово-предупредительные ремонты, да, то есть которые, по сути, размывают границу, то ли это содержание, то ли это ремонт. Почему это важно? Потому что для каждого вида, каждого направления работы есть соответствующие критерии по ее подготовке, по ее оценке и, соответственно, в дальнейшем по межремонтным срокам, ну и, по сути, это как бы финансовые вложения. Когда мы вкладываем, допустим, денег как на ремонт, да, а потом предъявляем этим работам требования как к содержанию, ну, наверное, тогда мы деньги расходуем неэффективно и можно вот, о чем постоянно и говорят, что можно бесконечно вкачивать, а где результат, да, ну, деньги вкладываются, вкладываются, большие деньги, а дорог качественных нет. И вот это вот как раз к вопросу о том, чтобы классифицировать эти работы правильно, предъявлять им правильные требования и потом по вот этим правильным требованиям последовательно требовать вот этого исполнения. Я напомню, сегодня гостем нашей студии был Александр Стефанов, член регионального штаба ОНФ, эксперт проекта «За честные закупки». Мы говорили о ремонте дорог, о их содержании.